Приветствую вас. Для начала, отвечая на ваш вопрос, да, конечно, может быть такое, что это просто вот столь реалистичный сон, такой может быть. Особенно это может быть, если вы находились под воздействием стресса, и если из-за этого сон у вас был такой беспокойный, да, вот, и вы, ну, не расслабились, не смогли расслабиться полностью. Ну, во сне, вот, и, соответственно, спали вы, так сказать, значит, тревожно, вот. То есть это, конечно, конечно, может такое быть, вот. Существует даже такое, ну, такое понятие, да, как полуязь, вот. То есть то, что вам могло привидеться, вот, хотя на самом деле этого не было, а вам могло показаться, что это реально. То есть тут как бы нет ничего сколько-нибудь противоречивого, вот, такое может быть. Другой вопрос на самом деле заключается в том, почему вас так это сильно волнует, почему вас это так сильно волновало и задело. Вот это вот, куда более на самом деле важный момент, вот, потому что если вас это задело, ну, значит, что-то у вас произошло. То есть вполне может быть, вполне может быть, что ваш сон, который вы увидели, да, это отражение того самого конфликта, который у вас, вот, ну, имел место быть, то есть того, из-за чего у вас, собственно, собственно, ну, стресс появился изначально, вот. Такая вот история, может быть. Тем не менее, довольно показателен, на мой взгляд, тот факт, что вы совершенно не раскрываете свою ситуацию. То есть вы совершенно никак ее не озвучиваете, да, то есть не очень понятно вообще, что с вами произошло, что за ситуацию вы увидели, какая она, эта ситуация. Вот. Вот. И так далее. А ведь это очень, на самом деле, важный момент и с этим, на самом деле, нужно работать, то есть с этим нужно, ну, взаимодействовать. Вот. Потому что это очень важный момент, совершенно очевидно, да, что у вас эта история, она как-то вот впечатлила, настолько впечатлила, что вы даже думали о ней, об этой ситуации очень, ну, очень долгое время, да. Вот. Вот. И так далее. То есть это вот то, что мне представляется важным определить и исследовать. Вот. Ну, как мне, как мне видится, по крайней мере, да. Вот. А так, то что вы делаете сейчас, ну, вы просто гадаете, на мой взгляд, и все. То есть, по сути, ваши действия, ну, вашего вопроса, это просто гадание, вы хотите, чтобы мы вам погадали. Вот. А я, честно говоря, не думаю, что гадание может принести вам пользу, сколько-нибудь адекватного пользу, потому что, ну, как бы там ни было, проблему это не решает. Ну, 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 вашу проблему, да, это не решает никак. Вот. Поэтому, рассмотрите возможность обратиться все-таки более предметно по своей проблеме, что конкретно вас взволновало, почему вы так много думали на эту тему, ну, на тему этой ситуации. Какая была ситуация. Вот. И так далее. То есть, это все, это все вот то, что нужно вам для себя исследовать. Вот. И в этом, ну, собственно, в этом, в этом может помочь вам психолог. В этом может помочь психолог, потому что это, ну, наша прямая специализация, да, решать такого рода вопросов. Что-то вы долгое время думали об этом, ну, может косвенно указывать на то, что имеет место быть механизм навязчивости. То есть, может быть, вы испытывали так называемые навязчивые, ну, навязчивые мысли, да. Вот. Если это действительно так, то есть, если вы, ну, действительно испытывали навязчивые мысли, ну, в таком случае с этим можно и нужно будет работать. Потому что, потому что за навязчивыми мы, за навязчивыми мыслями всегда стоят определенного рода причины. У навязчивых мыслей всегда есть свои причины. Вот. Так что этот момент, эм, тоже нужно обязательно исследовать. Если это действительно навязчивые мысли у вас были. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете. Ага. Если бы вы описали ситуацию и, скажем так, причину стресса, вам можно было бы ответить более, ну, более развернуто, конечно. Ну, вот, в итоге отвечаю вот так, как можно вам ответить, исходя именно из того, ну, исходя именно из того количества информации, которое вы, собственно, предоставили нам. Вот. Если у вас остались вопросы по поводу моего ответа, да, если вам что-то непонятно, осталось, вы можете задать мне в личку интересующие вас вопросы. А я с радостью вам отвечу на них, вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я еще желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится, ну, наилучшим образом. Ага. 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 igi. С папа. Ага. Ага. Ага.